Всем привет, дорогие друзья! Сегодня расскажу, точнее отвечу на вопрос, который задал очень хороший знакомый, друг, подписчик, Александр. И общаясь с ним, он поделился своими впечатлениями и задал вопрос относительно своего состояния. Он сказал, что он с собой недоволен, недоволен своим состоянием. И это связано с тем временем, когда я прекратил занятия вести в Москве. И там был небольшой переезд, мой, как бы незначительный, но он был связан все-таки с утратой возможности общаться напрямую с теми друзьями, которые были в моем окружении довольно длительное время. Ну, то есть это, знаете, как бы свое сформировавшееся такое сообщество друзей, подписчиков, с которыми мы часто ездили в Индию, с которыми занимались на йоге. Ну, такой приятный, душевный, духовный коллектив. И Александр, когда делился своими ощущениями, своими впечатлениями, он как бы так частично указал на то, что в связи с тем, что и занятия прекратились, и он уехал из-за пандемии в Подмосковье, не в Подмосковье, он немножко в другой области живет. И в связи с этим его прогресс, его развитие, другими словами, он им недоволен. То есть он замечает, что его тянет куда-то в аскетичные практики. Он тут же отслеживает, что, с другой стороны, говорит, у меня начинает эго расти, из-за того, что я там аскет, я могу там целую неделю не есть, поститься, часами в медитации просиживаю, и он говорит, что-то я как-то с собой недоволен. И он задал вопрос относительно того, были ли у меня знаки относительно группы, то есть старой группы, в которой я довольно длительное время провел в состоянии общения, в состоянии поездок. Я ответил, что да, на самом деле у меня было одно из видений, которое связано с группой людей, с которыми в силу обстоятельств пришлось ненадолго прекратить дружеские взаимоотношения. То есть как бы в силу расстояния я могу с ними общаться, перезваниваться, переписываться, но общаться напрямую – это слишком по времени затратно. То есть едь в одну сторону, возвращайся назад. Мы сами понимаем, как это происходит, когда происходят какие-то переезды. И я расскажу сегодня видение, которое, по сути, будет, с одной стороны, для всех нас очень интересным, познавательным, мистическим переживанием. Думаю, что каждый из нас подчеркнет какую-то свою символику, какое-то свое понимание. С другой стороны, мы также сделаем выводы относительно того, как нужно развиваться, как развиваться ненужное, и чего нужно, собственно, избегать. Я бы назвал это видение, наверное, в большей степени житейским. Но в то же самое время, если хорошо в него заглянуть, оно весьма-весьма поучительное, а для многих даже назидательное. Видение началось с того, что я видел себя и своих друзей, плывущих на большом, таком, знаете, речном, ну, я бы назвал это пароходе, да, то есть это такой очень большой пароход. Он действительно был большим, то есть в длину это может быть там, ну, не знаю. Такие пароходы, если ходят по рекам, то это должна быть очень широкая и большая река. И мы действительно текли. Мы плыли по широкой реке и на этом большом пароходе. И каждый находился в своей каюте, у каждого была своя каюта, мы общались, находясь на этом пароходе, вот, какое-то дружеское общение, да, и кто-то чем-то занимался, кто-то чем-то интересовался. Это, собственно, и такое, знаете, дружеское взаимоотношение, и частично духовные какие-то связи, и общественная деятельность, да, то есть какие-то виды работы выполнялись. И все люди, вся та группа людей, с которыми я дружил, да, такая немалая группа людей, потому что там были и, собственно, значительной части подписчиков. И находясь на этом пароходе, я обратил внимание, что пароход, он не столько движется за счет своей собственной силы, сколько просто течет по течению, да, то есть, ну, или плывет по течению. Я не знаю, как правильно говорить, пусть меня там моряки не обижаются, но этот пароход, он плыл, да. И что самое интересное, я понимал, что у парохода должен быть какой-то свой двигатель, но этот двигатель был настолько слабым, что даже если он и работал, ну, он, собственно, особо-то и не толкал этот пароход. Как-то так, да, то есть, сам по себе этот символ неповоротливого, тяжелого, неуклюжего, текущего по течению реки парохода, это был символ той дружеской, дружеского сообщества, дружеской организации, в которой я находился, в которой я дружил со своими друзьями, с которыми мы ездили в Индию, да. То есть, на что это указывает? Это указывает на то, что то сообщество, в котором мы находились, оно неповоротливое, оно тяжелое, оно неуклюжее, оно не способно двигаться самостоятельно, оно просто течет по воле кармы, по воле судьбы. И, ну, это, конечно же, не развитие. Это не прогресс, это не путь совершенствования, это просто, знаете, какие-то такие вот под видом духовных взаимоотношений обычные житейские, дружеские связи, но не более. То есть, с одной стороны, Вайрай, конечно же, дает знания, связанные с Индией, с индуизмом, с йогой, с индуизмом, с йогой и так далее, всевозможные видения, астральные выходы и так далее. Но, в целом, само по себе общество, которое сформировалось, оно не воспринимало это на том уровне, на котором давались знания, а, в принципе, как бы это просто были такие... Как это сказать? Ну, что ли, вот как, знаете, как в кинотеатре зрители. Пришли, посмотрели, ну, собственно, и ушли. Да, то есть, какого-то практического применения, по сути, этих знаний в жизни не было. И, наблюдая за этим пароходом, я, конечно же, отслеживал все эти элементы, да, то есть, я смотрел, как люди себя ведут, как они поступают. На самом деле, еще год назад, когда я принимал решение, я общался с другим своим товарищем, и я сказал, что как бы... Я понимаю, что в связи с вот этим вот незначительным переездом я утрачу связи, потеряю группу, но, с другой стороны, мой друг сказал, да, он сказал, на самом деле, это хорошо, ты, по крайней мере, проверишь всех их, кто на что способен, да. То есть, когда есть вайраги, когда вайраги всех заводит, подталкивает, помогает, кого-то пинает, приходилось и так поступать, да, чтобы человека ободрить, вот, тогда есть какой-то стимул, вот, и тогда человек развивается, да, то есть, есть кто-то, кто вас возит в Индию, есть кто-то, кто вас, вам дает знания по йоге, есть возможность заниматься, да, но, когда исчезает этот человек, исчезает и стимул, и тогда все пропадает. И друг, как бы, он намекнул, сказал, что, ну, ты поедешь и сам все увидишь. И, на самом деле, ну, тогда я уже, на самом деле, и понимал, что так будет, но все-таки надо, как бы, это озвучить. И в какой-то момент, когда этот корабль плыл, он начал набирать воду. Почему? Потому что корабль был большой, на нем было очень много, ну, как, очень много людей. На самом деле, не так-то уже много, как, возможно, хотелось бы, но в то же самое время, в пределах 50-70 человек, а может, даже и побольше даже, да, но там было. Вот. И сам по себе корабль, скажу по секрету, он был с слегка прогнившими бортами. Это также указывает на то, что взаимоотношения внутри самого сообщества, они немножко неистинные, нечистые, неискренние. Да, то есть, каждый все равно преследует свои какие-то лицемерные идеи, каждый продвигает свои корыстные мотивы. И вот сам пароход, внешне, да, он был большой и красивый, но, находясь на нем, я понимал, что дно гнилое, и в какой-то момент дно начало пропускать, дно корабля имеется в виду, начало пропускать воду, и корабль начал набирать воду внутрь самого себя. Но! Когда корабль начал погружаться, и начало заливать уже сначала нижние палубы, потом верхние палубы, люди, по мере того, как пароход тонул, просто не обращали на это внимания. Вот представьте себе, течение идет, корабль плывет, набирает воду, медленно набирает, но он постепенно погружается, он продолжает все так же плыть, дрейфовать по реке, да, и в то же самое время корабль тонет, но люди не обращают внимания. И вы знаете, когда уже верхняя палуба погрузилась в воду, я понял, что, ну, собственно, все, остаются верхние какие-то там надстройки, да, я понял, что пора уходить с этого корабля, я спрыгнул с этого парохода, вот, и поплыл в направлении берега. А оглядываясь по мере того, как я отплывал от этого корабля, от этого парохода, я видел, что корабль полностью погрузился в воду, и все те люди, которые находились на корабле, они также погрузились в воду, и корабль утонул. Само по себе то, что корабль утонул, пароход утонул, это указывает на то, что взаимоотношения и само сообщество, и сами идеи сообщества, они также снизошли на нет. То есть утратили свою актуальность в силу того, что как бы люди не осознавали, что вообще происходит, да, то есть как бы общество, ну, как сказать, сообщество, оно утрачивало какие-то свои связующие элементы, но люди на это внимание не обращали, в результате они вместе с кораблем просто ушли на дно, а это указывает на то, что отсутствие духовной практики имеется, отсутствие занятий по йоге имеется, нет прогресса, нет развития, нет каких-то сатвичных качеств, то есть это доминирующая тама-гуна, да, то есть гуна-тамаса, гуна-невежества. Был еще интересный элемент, когда плывал пароход, я оглядывался периодически и чувствовал некую угрозу, и я видел, что за нами движется на небольшом расстоянии такая, знаете, как бы рубка подводной лодки, и она была вся черная, такая как бы покрытая смолой, сам по себе черный цвет, и само состояние преследования, при этом желание быть неузнанными, это указывает на то, что в любом случае есть какие-то недоброжелатели, которые так или иначе смотрят или следят за каналом, но это нормально, по-моему, в Ютубе у всех есть сторонники, есть недоброжелатели, вот, и когда корабль, пароход тонул, я кричал в сторону этой рубки, которая там подводной лодки, да, говорю, давайте, запускайте торпеду, а то он никак не утонет, быстрее утонет, по крайней мере, хоть какой-то аргумент будет, что не сами утопили свой проект в тамосе, в глупости, в невежестве, хотя бы будет, как-то можно оправдаться, что там нас торпедировали, да, то есть нас утопили какие-то недоброжелатели, и с этой подводной лодки в результате сколько, ну, я довольно долго кричал, просил буквально, говорю, давайте торпедируйте, да, это что-то осталось, это уже верхние палубы в воде полностью, вот, но они, они еле-еле там пустили эту торпеду, я упросил все-таки, но торпеда шла, плыла с таким, с такой медленной скоростью, что этот тонущий пароход, и тут и эту торпеду чуть ли не обогнало, и в результате торпеда еще и не попала, вот, я специально даже пытался там кораблем управлять, там, этим тонущим кораблем управлять, чтобы борт развернуть, но торпеда и в этом случае не попала, да, то есть тут даже недоброжелатели, или какие-то, как сказать, ну, условно говоря, враги, они и то настолько никчемные, что даже обидно, что, собственно, даже как-то так, ну, печаль, вот, что сообщество такое, никакое, а друзья вообще, ой, а недоброжелатели вообще отстой, вот, даже толком попасть не могут, но это не провокация, это так, я в шутку немножко так смягчаю все это, да, и когда я плыл в направлении берега, я по ходу движения стаскивал с себя теплые свитера, вот, и стаскивая с себя теплые свитера, вязаные такие, знаете, вот есть из шерсти, довольно толстые, вот, когда я с себя их стаскивал, я понимал, что там, где я буду находиться, мне эта теплая одежда не нужна, и очень чувствовалось, что буду жить дальше в теплых, в теплой стране, в которой теплая одежда, собственно, не нужна, да, ну, это, скорее всего, Индия, и поднявшись на берег реки, дальше я поднялся на высокий холм, на котором стоял дворец, но дворец этот очень-очень сильно напоминал храмы, которые есть во Вриндаване, и туда я уже поднимался с другой группой людей, она была не меньше, она была даже больше, раза в два больше, но их состояние было более качественное, хотя, собственно, и трудностей было также не меньше, чем с предыдущей группой, но с предыдущей, предыдущей группой это такое, знаете, полностью овощное состояние, ну, как бы, поняли, что корабль, который не плывет, это полное отсутствие прогресса, это нет стремления к совершенствованию, вот, ну, как-то так вот, а та группа людей, с которой я начал подниматься уже в следующий раз в гуру, это новые ученики, новые последователи, и их состояние было на порядок более лучшим, чем тех ребят, с которыми я дружил, я ни в коем случае не ругаю и не порицаю никого, это реалия, это нормально, как бы, все равно каждый выбирает свою судьбу самостоятельно, и в то же самое время, я думаю, мы понимаем, что вайраги тащить за собой в принципе не сможет, ну, как бы, я могу подсказать, посоветовать, да, могу иногда пожурить, но тащить за собой это не те методы, которым я следую, я сам, на самом деле, являюсь искателем, хотя выполняю, по сути, роль учителя, и даже будучи учителем, все же внутри довольно глубоко я сам являюсь учеником, я с большим наслаждением путешествую во всевозможные духовные миры, посещаю какие-то разные формации, и с очень большим, опять-таки, удовольствием делюсь со всеми нами теми знаниями, которые я могу увидеть относительно Вселенной, относительно будущего, относительно прошлого, предсказания, всевозможные видения, знания, связанные с структурой тонкого тела и так далее. То есть мне, я сам, на самом деле, не останавливаюсь, для меня это прогресс, который, от которого я не могу отказаться, я не могу сказать, что да, я вот-вот, ну пережил там несколько уровней самадхи, ну умею входить в состояние света, вот, получил несколько благословений, божеств, не знаю, у меня такое состояние, что мне этого мало, мне хочется еще, 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 и вот это вот состояние ученика, оно меня постоянно подбадривает в тому, чтобы я продолжал, 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 вы сами видите, что ролики, они всегда хоть на полшага, но хоть на полступеньки, хоть на одну ступеньку, но каждый из них все глубже, 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 раскрываются все более серьезные знания, вот, поэтому, если действительно хотите развиваться, помните, что я не стою на месте, хотите каким-то образом участвовать, будьте готовы к работе над собой, к трудоемкой, к большой работе над собой, стоять никто не будет, если хотите стоять, ну, тогда это, пожалуйста, не со мной, где хотите, как хотите, с кем хотите, я люблю труд, я люблю движение, я люблю прогресс, я люблю агрессию, да, то есть, я люблю добиваться результатов, не просто ждать, валяясь на диване, вот, что что-то случится, нет, я беру и делаю, вот это мой путь, я сторонник такого пути развития, вот, и поднимаясь на вершину холма, поднимаясь в этот вот прекраснейший дворец, дворец был очень большой, и он был, он нес в себе элементы духовности, то есть, это была энергетика частично храма, то есть, это будет духовное знание, духовное учение, а с другой стороны, этот дворец, он в то же самое время был, или нес элементы благополучия, да, то есть, это элементы более успешной, более, более качественной жизни, да, то есть, не будет каких-то гнилых, бортов баржи или этого парохода, который едва сам держится на плаву, да, вот, будут другие условия, другие возможности, другие, другие перспективы и так далее, поэтому, ну, как бы, здесь важно понимать, что если вы заинтересованы в развитии, никогда не стойте на месте, всегда будьте готовы к тому, что надо будет двигаться, всегда надо будет начитывать мантры, заниматься йогой, заниматься практиками самосовершенствования, стоять, тупить, томасить по 10, по 15 лет, еще раз хочу сказать, это не ко мне, со мной всегда напряжение, всегда суета, всегда какие-то проблемы, всегда какие-то трудности, но с Ваерагией всегда победа, вот, если вас это устраивает, в добрый путь, не устраивает, ну, тогда корабль утонет, не мой, я всплыву, как-то так, не знаю, какие выводы вы хотели бы предпринять или сделаете из этого видео, но даже визуально, наблюдая за состоянием своих друзей, я вижу, что они действительно стоят на месте, да, то есть, это и общение, которое сошло на минимум, это и, ну, какие-то такие интересы, собственно, как-то так. До новых встреч.